Итак, ребята, я вас всех приветствую, у нас с вами уже третья серия Паухарцев Iron 4 за Свердловского, мы с вами играем за Рогосовского, но потом планируем прийти к Борису Николаевичу Ельцину, как вы могли догадаться по заставке. И пока что на нас нападает чертовый Тюмень с Кагановичем, который, ну, в свое время по лору, кто помнит, Тюмень от нас откололась, или мы от них отклонились, и, наверное, даже скорее мы от них. Они пытаются вернуть территории, пока что идут скорее такие короткие перестрелки, которые мы, к сожалению, пока что проигрываем. Это не война, но потерять можем добычу, что довольно грустно. Но будем развиваться, будем постепенно создавать новые дивизии, думаю, что... Ну, давайте попробуем как бы сформировать какую-нибудь одну новую пехотную дивизию пока что, может быть даже две. Но просто для них не хватает, пехотка-то есть как бы, да, но не хватает много дополнительного снаряжения, надеюсь, что произведем. Потому что нам нужно больше дивизий, 4-х явно не хватает, я уже планирую постепенно создавать новую, Потому что я прекрасно понимаю, что скоро война Скоро будем бороться, скорее всего, с Тюмени В первую очередь, ну и с другими странами Так что, вот Ну давайте, пойдем, начиная смена Тем более, военная фабрика нам точно пригодится Так, на что мы ее даже направим, я не знаю У нас, в первую очередь, не хватает вот этих вот вещей Дополнительного снаряжения А почему я на автоматы два завода уходят? Так, чего-то я не понимаю, видимо Так, чего у нас вообще в армии? Так вот, давайте Направим на производство Всего вот этого И постепенно будем производить Потому что винтовок у нас пока хватает, к счастью Итак, начиная смена Будем продолжать изучить лор Скажем так, нашей страны Для многих рабочих мысль о том, что пойти работать на завод в Свердловске ужасно Смены в основном идут в нем, когда заводы видны с воздуха Что делает их главными целями для немецких бомбардировок Вид самолета высоко в небе Способен поставить на колени целый заводской цех Взрыв прогоним всех прочь Всем будет страшно работать еще один день Те, кто подписывает эту работу, герои Так Вот, нас победили Это я прекрасно понимаю Пока что постоянно наши войска на границе с Тюменью Но мы проиграли эту битву, что, конечно, грустно Так, и у нас новое Мы вместо ППШ теперь будем калаши производить Здесь тоже сложно назвать каким-то современным оружием для 62-го года Но хоть что-то, хотя бы не ППШ Который еще, по-моему, во Втором мировой использовали в 45-м году, да Так что, да, пойдем уже к калашам Так, что у нас здесь? Здесь пока ничего трогать не будем Гражданское строительство, давайте его Так, здесь пока тоже нам нечего делать Нам нужно 50 политической власти Мы сейчас потеряем, к сожалению, некоторые бафы Потому что у нас увеличится влияние черной лиги ревизионистов Но надеюсь, что мы с этим справимся Итак Те, кто подписывается на эту работу, герои Так Так, наши гарнизоны были убиты, да, резня Нас перемочили, потеряли мы и власть, и людей Ну, людей-то ладно, у нас людей пока хватает Но вот то, что мы теряем власть, стабильность, это печально, конечно Итак Как всегда, на самом деле, когда происходит какое-то серьезное событие Главное, не какое количество людей там погибло Даже какой-то теракт, например Это, конечно, грустно все Но самое главное, это как на этот реагируют там Сотни или тысячи других людей Даже, может быть, миллионы То есть, как бы Жизнь, там, не знаю, 50 человек Она часто может повлиять на Жизнь остальных миллионов Сейчас гражданская война в Монголии Это тот самый случай, на самом деле Потому что мы потеряли там 200 человек Но при этом стабильность упала достаточно сильно Итак Есть квалифицированные рабочие техники Которые фронт не может позволить себе потерять Гражданская администрация посоветовала маршалу Его штабу перенести смены в ночное время Рокоссовский прислушается к этому предложению Рабочие должны двигаться и трудиться в ночное время Чтобы предотвратить потери от случайных немецких бомб Разрывающих небо Немцы могут думать, что мы мертвы и загнаны в угол Но мы найдем способ одолеть их Ну да, постепенно мы начнем бороться против бомбардировок Которые нас отрисают Мы недостаточно срочно живем Вот не знаю, Томск, например, бомбят Вот Томск уже, по-моему, не бомбят Нас все еще бомбят А Тюмень? Тюмень бомбят До Томска они уже не долетают Дмитрий Лихачев сейчас у власти Там писатели какие-то они у власти То Лихачев, то Пастернак Ну ладно Давайте пойдем к укрепленным домам Или что? Аристики власти Политическая власть, наверное, важнее А тут 25 политической власти Нам очень нужна Поэтому давайте возьмем Вот этот фокус Нам нужен будет полтос Чтобы уже не допустить хотя бы Большого влияния С большим влиянием будет уже, наверное, очень тяжело Итак Жизнь в России не очень хорошая Немецкие бомбардировки Это факт жизни И насилие распространяется везде Где очередной локальный правитель Не в состоянии осуществить свою власть Так, что здесь по добычам? Пока здесь особо ничего трогать не можем Давайте не будем тратить политическую власть Нам еще пригодится В округе же под руководством Почтенного маршала Рокоссовского Свердловчане наслаждаются Самым высоким уровнем жизни На этой стороне России Ну, видимо, да Тут, на самом деле, показывалось Что Свердловск Хоть и, ну, понятное дело Что не в самом лучшем положении находится Но гораздо лучше Чем всякие там социалистические государства Которые здесь есть Или там нацистские Или еще какие-либо То есть в Свердловске Все так плюс-минус еще неплохо Ну, видимо, даже лучше, чем в Томске Но не уверен Ну, конечно, Екатеринбург Город довольно крупный Поэтому неудивительно Что там хотя бы Какой-то уровень жизни Получается поддерживать Итак Военное крыло округа Существует только для защиты всех Кто в нем живет И хотя жизнь тяжела Народ не голодает И его мольбы не остаются незамеченными Хотя, опять-таки, там были Ивенты В которых рассказывалось Про то, что Как бы Но если народ не голодает То паек у них все-таки слабенький Маршал преподал Преподал массам округа урок Из своей собственной жизни О том, как находить хорошее Даже в самой плохой ситуации Здесь и в других местах Жизнь отнюдь неблагополучная И комфортная Но Маршал никогда не терял надежды С чистой совестью И теплым сердцем Он ведет людей сквозь Все Предоставляя им средства для выживания Чтобы судьба им не преподнесла Они последуют его примеру И продолжат идти в будущее И все ради маленькой скры света в конце Ну, люди все-таки довольны, видимо Ну, как довольны По крайней мере, готовы Легитимность власти, знаете, есть У Константина Рогасовского Популярность определенная есть Противников не так много Это, конечно, вот есть Там, стройники Омска И Тюмени Но их все-таки В основном воспринимаются Как диверсанты, я так понимаю Ну, есть демократическая позиция Которую будем пытаться поддерживать И будем надеяться Что у него будет еще больше легитимность Потому что я думаю, что вот Ну, нынешний наш, как бы Ну, не диктатор, военный Да, лидер Рогасовский Он, ну, еще может, как бы, да Пытаться бороться со всеми этими И с коммунистами И с ультра-националистами Но Но приемник, скорее всего, вот очень слаб Ну, слабее Именно как лидер, да И поэтому нам нужно будет Какой-то более серьезный лидер Который будет именно Идеологически заряжать население Это Борис Кейльц Но об этом чуть позже, как бы Понятное дело, что Пока что мы с вами будем заниматься другим Так, посмотрю, сколько времени Думаю, что еще Ну, не знаю Посмотрим, сколько фокусов мы успеем сделать Давайте достойные условия труда Потому что здесь мы получим Хорошие бафы, довольно Которые нужно обязательно Использовать Так, нужно обороться, в первую очередь Думаю, с черной лигой Или с ревизионистами Я раз с ревизионистами Но с черной лигой Нужно обязательно успеть Итак Сравнивать нынешний уровень жизни С доверенным союзом бессмысленно Это лишь подрывает Моральный дух И дает повод Благословимым демагогам Эксплуатировать Ээээ Да Эксплуатировать ностальгию Важно ценить то, что у нас есть А не сокрушаться в том, чего у нас нет Свердловск Один из крупнейших городов России И подконтролен с нацистом И уровень жизни наших граждан Достаточно высок А населительное большинство мест Туркестан с кем-то вывезет На востоке страны, конечно Правительство и военные едины В своей цели Они существуют для того, чтобы служить народу У него последние услышанные Приняты во внимание О жизни и средствах К существованию защищены от тех Кто стремится их уничтожить Наконец у нас есть маршал Аркасовский Который ведет нас с достоинством И непоколебимой решимостью Он предоставляет своим гражданам Все, что им нужно Чтобы создать жизнь Которая может не быть благополучной Но вполне достаточной Мужчины и женщины Могут спокойно ходить на работу И приносить домой хлеб для своих семей В России, где насилие закон Этого должно быть пока достаточно Ну стабильность увеличивается Не такая у нас высокая Но было где-то 2% В начале игры Сейчас уже 32% Что не так плохо Мы уже не такие большие дебафы получаем Дебафы видим, что в основном На производство Да, обычно на все подряд На дивизии И на политическую власть То есть стабильность нам очень нужна Итак Давайте перейдем к достойным условиям труда Получим бафы хорошие На фабрике На квалификацию рабочих Сейчас показывается Квалификация рабочая Довольно печально Вроде бы зарождающаяся только Промышленность Можно до опытных рабочих Перейти Это было бы очень круто Пока дебафы довольно неприятные Но все же Хотя даже тут Уровень не такой низкий То есть есть И некомпетентный И доиндустриальный Это все Это у нас Мы уже прошли Итак Вопрос оплаты труда решен Ни один рабочий Который трудится день и ночь На Бага округа Не останется без награды Так Что-то изменилась Популярность Так уж не уедется Наразит популярность Постепенно А у Роксовского падает Но Ладно Тем не менее Проблемы все еще есть Недолгие смены остаются А тяжелая работа Не улучшает ситуацию Однако нельзя сказать Что рабочие Неблагодарны Доброжелательный маршал Вручил им важные уступки Их лояльность Вечно Число добровольцев Растет до рекордных уровней А произведительность труда Никогда еще не была выше Италия оббеждают В этой войне Обычно оббеждают Турцию Но здесь Италия смогла победить Удержала территорию И даже Демилитаризовала Получается турецкие Греция здесь удержала Свои территории Вот здесь по крайней мере Посмотрим Уже Ирак появился Или он так был Не помню Если честно Ну посмотрим Ну первая беда Италии Уже неплохо Так где мы Мы тут Патистическую власть пока не тратим Ждем Надеюсь что мы наберем 50 Чтобы расправиться с С кем Черной лигой наверное Итак давайте И дальше Эрик Кох Ранен Так Маршал намерен удовлетворить Любые жалобы Которые у них могут быть Долгие смены уйдут в прошлое Сменившиеся системы Которые будут придерживаться Закономерности деятельности Люфтваффе Квалифицированные Смотрители будут следить за рабочими Не допуская того Чтобы труд становился Невносимым И утомительным По мере изменения темпа работы С устранением всех проблем Гражданские будут Вечно идти рука об руку С округом Чтобы убедить Черную лигу И тирана Лазаря Лазаря Гагановича Итак Национальный фокус следующий Разрешим лицензионный сбор ресурсов Интересно что это Возможно быть какая-то Какая-то даже Не знаю механика Было бы круто Посмотрим Давным-давно Еще до образования Военного округа Свердловск входил В состав Западно-сибирской народной республики А маршал Неухотно возглавлял Его вооруженные силы Так что здесь появилось Ну искать добычу пока не буду Потому что мне практически Власть нужна на другое Так А маршал Неухотно возглавлял И вооруженные силы В рюне Установилось подобие Стабильности Поскольку за СНР Стремилось Усправить ущерб Причиненный падением Союза после Великой Отечественной войны Затем началась Западно-русская война Для поддержки своих товарищей На западе Народная республика Направила туда Столько помощи Сколько могла Будь то Продовольствие Оружие Или одежда Поражение Западно-русского Революционного фронта И между усобицей В его рядах Обесценили Всю присланную помощь До начала бомбардировок Так там Новый султан В Японии Если я понимаю Где это А был Так Бурней Нет И тут японские дела Круга Это не должно быть В Японии Потому что там Меджлисы Султан звучит Немножко не по-японски Не всем понятно Чем речь Возможно Про это По-моему Раньше не было Территорий Сиона По-моему Немножко изменили Тут Территорий Тоже Будет интересно Японию поиграть Если у меня там переведена Если не переведена То пока что рано играть Пока не переведена Но придется на английском играть Возможно Этим займусь Когда-нибудь Ну и США Есть конечно Так ладно Давайте будем бороться С 50 политикой власти Будем бороться С черной лигой Так Что у нас здесь Ага Болгария уходит в изоляцию Болгария так понимаю Свободная И от Италии И от Германии Там где-то пока что Холодная война такая Симеон второй Тут актер он мне напоминает Если честно Ну ладно Так Поражение западно-русского Революционного фронта И международной Своей рядах Обесценили всю присланную помощь До начала бомбардировок Республика распределила Излишки по всей Сибири Причем Большая их часть Оставалась нетронутой В Свердловске Теперь округ Отменит ограничения На сбор ресурсов Гражданскими Эти запасы Могут содержать в себе Еще ценные вещи Остатки прошлого Все еще дают жизнь Тем кто существует В настоящем Посмотрим Как это будет влиять Будет ли это влиять На механику То есть Или это будет просто Какое-то Может быть ивенты Вот Но пока что Нужно Пытаться найти Ресурсы Где только можно Так Мы вроде бы Смогли Подкрепление Сделать уже И теперь Начинаем делать Новые войска Даже давайте Третью дивизию Формировать постепенно Посмотрим Конечно Как это получится Ну все же Итак Тихое утро Пока трогать не будем Давайте Укрепленные дома Пойдем Вот сюда Пытаюсь понять Сколько еще нужно Позаписывать Давайте еще Три ивента Точнее Три фокуса Что ли Изучим Думаю 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 Они возвращаются Каждый месяц Иногда Средь бела дня Иногда Ночью Но они всегда Приходят И не всегда Будут возвращаться Независимо от того Сколько они убьют Независимо от того Сколько разрушений Они посеют с высоты Тысяч футов Очень много Здесь текста Про Люфтваффе Про то как они Нас бомбят Прямо видно Что тяжело Русским от этого Именно от Люфтваффе Они больше всего страдают Много Этому Уделяется В сюжетах Причем за любую страну Практически Так Что здесь Уже 1 февраля Давайте еще Что он здесь Высокое влияние Среднее влияние Уже Высокое влияние Уже Черт Вот очень высокое Это будет плохо Нужно сейчас Так Красный Уэйс Левая партия Убедила Уэйсу не повезло Стал демократы Ну ладно Уэйс там конечно Тоже интересно Можно поиграть Я играл как там Так Давайте Читать дальше Люфтваффе Представляет Постоянную пасс Не только для нашего народа Но и для нашей администрации И мы не должны Жалеть средств На уменьшение ущерба Причиняя его Бомбардировками Если мы не можем Дать им прямой отпор Тогда мы должны Послать военное подразделение Для укрепления домов И будем надеяться Что спасем жизни Во время следующего рейда Ну понятное дело Что мы вряд ли сможем Там Сбивать их самолеты Массово особенно Но при этом Каким то образом Хотя бы пытаться Не знаю Уменьшить ущерб От их там бомбардировок Было бы неплохо Неплохая история Так давайте Почитаем фокус Так мы здесь Мы все дочитали Да Иван зубами Снял колпачок С ручки И прижал карту К ноге Чтобы поставить На ней отметку Пока Аркадий Приводил дыхание Еще один склад Осмотрен После снятия запрета На сбор ресурсов В Свердловске Оказалось что Потенциальных мордеров Было очень много Тупой ублюдок Аркадий тяжело вздохнул Я чуть не сдох На последнем холме Меня больше не волнует Что говорит твой брат Мы возвращаемся Нет подожди Сказал Иван Все еще держа колпачок В зубах Он отложил ручку И посмотрел на карту И стильно посмотрел на него Недалеко отсюда Есть еще одно здание Оно может быть складом Гримастер Аркадий Не изменилась Иван сожил карту И сунул ее в задний карман Все это пустяки Старина У тебя получится Здание представляло собой Избушку для солдат И путешественников Направляющихся на север Котором можно было остановиться И отдохнуть день-два Иван разбил замок камнем И толкнул дверь И глаза разулись От изумления Изба была заполнена Стеклянными кувшинами С водой И ящиками Полными сухпайков Стены покрывали Географические карты Из СНР И даже России К западу от Урала Рядом с койкой В другом конце избушки Стоял маленький столик Заваленный коробками С патронами К нему также были прислонены Несколько винтовок Господи Это же золотая жила Сказал Аркадий Просевшим от удивления голосом Кто все это сюда положил Это не имеет значения Старина Презнес Иван Вытаскивая свою карту Мы собираемся Делать много Моего брата Очень-очень счастливым Получаем винтовки Снаряжение Ну Не всем понятно Как это Запрет на сбор Работал То есть как Если про это Никто не знал даже Неужели люди Не могли просто взять И втихую сюда Разворовать Но Допустим Допустим Возможно какие-то карты Именно слили Где вся эта инфа была Но хорошо Ни для кого не секрет Что Свердловск И является основной целью Люфтваффе Именно поэтому Мы должны как можно Тщательнее огранить Его от большего ущерба Мешков с пистуком Камуфляжей И редких молитв Недостаточно Ну по-нятому Свердловск Один из самых крупных городов Которые не были оккупированы Именно Ну как Казань Наверное какая-нибудь Тоже довольно крупная Ну или там Возможно к восток Новосибирск Да Но Новосибирск Они тут вряд ли дотянутся А вот Свердловска Конечно Поэтому это ожидаемо Что будут бомить К сожалению у нас Интенсивно очень Особенно вот Нашу южную часть Понятно до сюда вряд ли Там летят Тобойск Ханты-Мансийск И посмотрим какие у нас Города вообще есть Тут довольно подробно Города рассмотрены Каменск-Уральский Ирбит Тобойск Ханты-Мансийск Возможно кто-то Смотрит меня отсюда Было бы интересно Конечно узнать Вот Так давайте дальше Так Подземное бомбоубежище Лучший способ защит Свердловчан Хотя эти убежища Не спасут городскую инфраструктуру Так Гражданская война В Мадагаскаре Но это Ничего нового В принципе Пока что Ну игру Немного поменяли Такое ощущение С последним обновлением Но так по мелочи Все таки Ждем такого серьезного апдейта Хотите убежища Не спасут городскую инфраструктуру А взрывы бомб Серьезно Затрудняя наша способность Снабжать граждан Мы сможем восстановить заводы И отремонтировать дороги Ни в коем случае Нельзя позволять себе потери Ну да То есть в первую очередь Мы спасаем людей все таки Мы спасаем именно людей А не заводы Там не что-то еще То есть мы пытаемся как-то Именно Ютскорисов спасти Так У нас в заводе Уже производим Дуплинное снаряжение И артиллерию Осталось бы только Противотанковое снаряжение Произвести У нас его пока Дефицит 200 противотанкового Снаряжения не хватает Но мы производим Уже почти по 4 штуки В неделю Что Ну даже больше Чем производится И снаряжение И артиллерия То есть я Поэтому пока что Это в самый последний Приоритет поставил Потому что его Произвести чуть проще Вот Но пока что вроде бы Производим Хорошо Так давайте Бороться с Ревизионистами Потому что Такое ощущение Что у нас здесь Больше опасность Так Кризис Ясуды Тут уже Это понимаю Да Экономический Крах в Японии Произошел Посмотрим Так Давайте еще Один фокус Думаю выполним И на этом Можно будет Постепенно заканчивать Так Эээ Ту серию Бляска командования Выругался себе Под нос Лидит Так давайте Сначала выберем фокус Ох Так Давайте Поставим Противовоздушные Системы ПВО Бляска командования Выругался себе Под нос Лейтенант Чернышевский Вот уже Третий раз Этот месяц Он посылает С положенным следом В 45-й взвод Обеспечения Был направлен В небольшой поселок Монетный Чтобы проверить Сообщение о том Что там все еще Сладется арсенал Милицейского участка Возможно даже Содержащее оружие Предназначенное для армии Однако после Многочасового марша Самое большое Что они смогли найти В разрушенном Бетонном здании Это хлам Щебень И прочий мусор Чернышевский Уже открыл рот Чтобы отдать приказ Возвращаться домой Как вдруг Из глубины здания Раздался голос Я думаю Что здесь что-то есть Товарищ лейтенант Это был рядовой Соловьев Которого недавно Зачистили его взвод Он уставился На кусок дерева У верхней части стены Прежде чем Начать разрывать Груду щебня Покрывающую его Еще несколько человек Присоединились к нему Пока куча не была убрана Перед ним Не открылась дверь Осторожно открыв ее Они спустились по леске И очутились В засклом подвале Когда один из рядовых Посветил фонариком На стены Солдаты замерли В благоговеренном страхе Перед тем Что обнаружили Целые полки Пистолет-пулеметов Старых винтовок И карабинов Ящики с пистолетами И боеприпасами Достаточно Чтобы снабжить Целую армию Как только они все заберут Получаемые пехотные винтовки Правда ранее Но дополнительное снаряжение Очень понадобится Ну и добыча Так что думаю Можно построить У меня промышленное оборудование Давайте промышленное оборудование Прокачивать Но Ручные У нас только ручные инструменты Нужно хотя бы До устаревших станков прокачать Квалификация рабочая Довольно быстро растет Но вот остальное пока нет Ну что ж Давайте дальше Бомбы падают Таков простой факт в России Возможно Далеко на востоке За уральскими горами Русские найдут себе Если не утешение И спокойствие То подобие тишины Однако для многих Так Мне кажется Мы это все читали Мы точно Дочитали В первой серии По-моему Мы читали про то Что да Что мы будем бороться С этими самыми Бомбардировками Что мы будем Пытаться что-то отстраивать Да Это было уже Это я собственно читал Про ПВО Что больше не будут Просто так безнаказанно Спаливать Дождем и страданий Вот То что мы будем с ней бороться Не знаю Насколько это возможно Постройки Противоздушной системы Но это все равно Было бы неплохо Потому что я думаю Что вот люди Которые летают В 63-м году Бомбить Россию Они не сильно хотят умирать То есть это люди Для которых это уже Не идейная какая-то Не идейная какая-то Задача Вот разбомбить русских Для них это уже просто работа И они не хотят Бомбить то Что там Ну блин Ну где действительно Могут дать отпор Поэтому возможно Мы сможем Счет этого защититься Потому что Ну вряд ли Ну Немцы сейчас Будут пытаться Именно нас уничтожить Там полностью Так Держать тирана Давайте вот это тоже Прокачаем Это фокус Получим пехотное Ну да Получить тогда пехотное Защитное сооружение Построим Держать тирана Что у нас по дивизиям Урочи производится Давайте Делать Делаем дивизии Старые инструменты Нового мира Глаза капитана Валентина Маркова Расширились Когда он увидел Огромное количество Яшников Выгружаемых Из старого грузовика Они заполнили Весь кузов доверху По дороге Из старого оружейного склада Еще много Сказал лейтенант Попов Все остальное Мы передадим Штабу батальона Обеспечение Для инспекции Но не хотели бы Вы предварительно Проверить эти вещи Капитан кивнул Когда двое мужчин Опустили один из ящиков На землю Открыли его ломом Когда Марков Вытащил оттуда Старый ППШ-41 У него отвисла челюсть Гладкий Сухой предклад Автомата И блестящий металлический ствол Будто Были будто Сделано вчера Капитан посмотрел На механизм Выглядел так Будто его Так Тут похоже Какие-то начались Протесты Так Капитан посмотрел На механизм Он выглядел так Будто его только Привезли с фабрики Дайте мне проверить его У вас есть обмойма, лейтенант? Да, капитан Дайте мне посмотреть Ответил Попов Затем он заглянул в ящик Нашел там магазин И передал его Маркову Кудрый достал Сумки и патроны Зарядил автомат И нажал на спусковой крючок ПШ с ревом ожил Через секунду выпустив пули Высоков воздух Для него это было Достаточно хорошим испытанием Положив автомат Он протянул руки Лейтенанту Попов Получаем еще больше бафов И даже базовые БТР О боже Получаем западно-русские Какие-то винтовки Снаряжение Это хорошо Кстати Тень распространяется Тоже прочитаем Товарищ лейтенант Рядовой Давыдов Входя в кабинет Он дал честь своему офицеру Рядовой Давыдов Ответил лейтенант Котов Что привело вас сегодня сюда, товарищ? Эм Есть кое-что О чем я хотел бы поговорить Ох, тут похоже Война какая-то началась Интересно Видите ли Один из моих товарищей По отряду Товарищ Морозов Довольно забавен Он вроде говорит О великом суде Который скоро произойдет И о том Как он поведет К возрождению Матушки России Сегодня он дал мне Брошюру об этом И я подумал Что вы должны ее увидеть Давыдов протянул Лейтенанту брошюру Она была черного цвета С белым орлом И надписью Великий суд Но это вот Омск работает Спасибо, что сказали мне Об этом товарищ Сказал лейтенант Котов Что вы можете вернуться В казарму Лейтенант Давыдов Отдал честь лейтенанту И вышел Закрыв дверь Котов достал телефон И начал звонить Здравствуйте, товарищ полковник Да, это я Лейтенант Котов Я нашел в наших рядах Еще одного ультра-националиста Так, можем начать с ними Расправляться И бороться Но в этом случае Он в популярность упадет А можем просто разделить их Давайте разделим просто Потому что и популярность Я хочу терять пока что И Блин, уельцена популярность Растет, кстати Давайте просто их разделим Так Будем что-то дальше Прокачивать Исследования Пехотное снаряжение Нет, пока трогать не будем Артиллерию Можно прокачать Наверное, более современную Вот эту вот Базовую Базовая артиллерия Звучит, конечно, сильно Так К югу от нас Лазарь Каганович И его клика-тиранов С упорным рвением Претендуют на лавры Западно-сибирской народной республики Его тоталитарное правительство Противоречит нашим идеалам свободы Что там война какая-то На юге На юго-востоке России, скажем так Кемерово и Красноярска делились Так, Кемерово Новосибирск Интересно Поиграл бы, кстати, за Новосибирск Возможно Новосибирские силовики Интересно было Ну и за Томжу поиграл Наверное, без стрима Ну, в смысле, без записи Просто для себя Он наблюдает за нами Ожидая малейшего промаха В нашей подготовке Чтобы нанести удар И опустошить все Что мы построили Пока что он не может начать Крупное наступление При угрозе При угрозе воздушных налетов Люфтвафф Это было бы самоубийством Но бомбардировки Не остановят его навсегда Мы должны укрепить нашу границу Чтобы поддержать нападение Пока не придет время Когда мы будем готовы Положить конец его тирании Ну, понятен, что мы тоже Будем наступать все время Это для нас не такая Ужняя проблема Эй, Ротия Что это? Иван Заволока Интересное государство здесь Только у них тоже Их раньше не было Что-то изменились все-таки Вот уже и сибирская Черная армия появилась Угу Хорошо Появляется новая дивизия Пехотная Давайте постепенно их прикреплять К нашим Линиям фронта Итак, давайте на этом заканчивать Последние два фокуса Думаю, уже выполним В следующей серии Подобие безопасности И Тихое утро Уже не так много осталось И думаю, что Пойдем уже скоро Уже в следующей серии Возможно На какие-то реформы Что Ельц набирает популярность Думаю, что уже И Рокоссовский будет постепенно Умирать Я не знаю Скоро в Германии Закончится гражданская война Я думаю, что скоро будут войны Поэтому нужно дивизии Прямо формировать Формировать Я даже сделаю еще Не знаю Вот столько сделаем Надеюсь, что они сделаются К началу войны И мы с вами уже пойдем В серьезное наступление Поставим Рокоссовского сюда Ну или хотим защищаться Я думаю, что мы выиграем у Тюмени Я в это верю Я верю в наши войска Верю в наши уровни жизни Верю, что мы победим Ну а на этом все Спасибо, что посмотрели Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если вы еще что-то не сделали И следите за новыми сериями Пока Субтитры сделал DimaTorzok